Фильм харьковского журналиста Игоря Поддубного рассказывает о факте исчезновения останков Ярослава Мудрого. Мощи князя находились в национальном заповеднике София Киевская. В 1939-м их увезли на исследование в Ленинград и вернули в 1964-м. Однако, когда украинские учёные вскрыли саркофаг в 2009-м, оказалось, мощи Ярослава Мудрого исчезли. По одной из версий учёных, останки князя находятся в церкви Святой Троицы в Нью-Йорке. «Я поняла, что эта версия американская, и я туда поехала. Тоже у меня была преференция Кабинета министров, украинское молодоповноважение. Я встречалась с архиопископом антонием от Украинской православной церкви в Экзиле, в Изгнании. И рассказала, чего я приехала. Абсолютно был такой, знаете, искренний разговор. И он говорит, пани Нелли, не ищите Ярослава Мудрого, он у нас». Съёмки фильма «Возвращение» длились полтора года, рассказывает режиссёр Игорь Поддубный. Журналистское расследование проходило в Канаде, Соединённых Штатах Америки, Украине и Турции. Это 18-й фильм автора из цикла «Неугодные истории». «Фильм о потерянных связях, а не истории тысячелетия Руси или о Ярославе Мудром. Мне кажется, что самое главное – то, что мы оставляем после себя. И если мы сегодня не можем определиться своей аутентичностью, этничностью, если мы не можем понять, куда нам нужно идти, исходя из исторической привязки на Запад или на Восток, в этом есть проблема». Харьковские учёные-антропологи считают, что фильм «Возвращение» особенно важен для молодёжи, для понимания духовных основ и украинской истории. «Богато нашей истории утеряно. И это не очень хорошие новости для сердца, для национального понимания. Надо нам всё-таки бороться за нашу минуле и как-то повернуть и останки, и иконы, и всё, что было потеряно. Но всё-таки понимаю, что много чего повернуть уже не удастся». Кинокартину на днях презентуют в Киеве, на историческом фестивале «Княжа Рудына», а также покажут в Нидерландах, Литве, США и Польше. Игорь Поддубный также хочет лично привести англоязычную версию своего фильма «Настоятелю Нью-Йоркского храма», в котором предположительно хранятся останки Ярослава Мудрого. Виктория Вашкевич и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».